Вопрос морали. В Бавруйском горисполкоме прошло выездное заседание экономического суда. Суд оценивал уже всесторонне полно все обстоятельства. Что стало во главе угла? Гектары дурмана в Костюковическом районе уничтожили поле дикорастущей конопли. Какие объемы? Полные корзины. Сезон грибов и ягод в самом разгаре. Вчера около 200 боровиков подняли. Чем богаты лесные массивы? Бомба киноплощадок. Съемки большого кино развернулись в Бавруйске. Главный герой – это человек. Где основная локация? А также золотые резервы, рекордные продажи и приемная кампания. В Минобор назвали самые востребованные целевые специальности, куда стремились поступить абитуриетты. Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Работа кипит. Погодные условия вновь позволили белорусским аграриям развернуть уборочную кампанию на полных оборотах. Без малого 9 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых, 65% от плана убрано на территории Бавруйского района. Средний показатель – 23 центнера за круг. В лидерах гигант – филиал Воротынь, Невский Агра. Параллельно с уборочной хлеборобы занимаются подготовкой почв для засева и заготовкой соломы. Вообще культура у нас – зимая пшеница, яровая пшеница, яровой ячмень, зимый ячмень, зернобобовый, горох в чистом виде, гречиха, проса есть. То есть весь набор, культур имеется у нас в хозяйстве. 2700 по уборке у нас – это зернового плена, плюс гречка 50-й, плюс 70 гектаров проса зерно. Всего в стране убрано свыше 6,5 миллионов тонн зерна с учетом рапса. От плана на молота около 86% озимой ржи, 82 ярового ячменя, 78 пшеницы, 72,5 триктикали, 58 зернобобовых. На передовой – Минская, Брестская и Гродненская области. Психоактивная трава. В рамках специальной программы МАК костюковические правоохранители уничтожили более трех тонн дикорастущей конопли. Вблизи одного из населенных пунктов было обнаружено запретное поле площадью в полтора гектара. Сырье оперативно уничтожено. Правоохранители напоминают незаконные посевы выращивания растений, содержащих наркотические средства или психотропы, наказуемо штрафом до 20 базовых величин. За те же действия с целью сбыта вплоть до уголовной ответственности. Спрос на авто, биржевые торги и выплаты к школе. 40% многодетных семей получили матпомощь в преддверии 1 сентября. Какая сумма выделяется на ребенка? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Общая продажа новых легковых и легких коммерческих автомобилей в июле этого года чуть менее 4800 единиц. Это стало рекордом за последние три года. Ежемесячный оборот авто в Беларуси может достичь показателя в 9 тысяч. В стране созданы все необходимые условия для производства и импорта. Почти десятикратный рост продаж отмечается в сфере экотранспорта. За семь месяцев реализован 1261 электрокар. Наибольшее количество целевиков в белорусские вузы было зачислено по медицинским, педагогическим и сельскохозяйственным специальностям. Итоговый план 5600 мест. На тысячу больше прошлогоднего показателя. Минобор пояснил, формат поступления не изменился. Вступительная кампания была вынесена за рамки основного приема и проведена с 27 июня по 12 июля. Новшество затронули лишь введение порога среднего балла, не ниже 7. После сокращения в мае и июне в минувшем месяце золотовалютные резервы Беларуси снова перешли к росту. Так, по итогам июля ЗВР достигли свыше 8,5 миллиардов долларов, плюс более чем на 2%. Общей сложности увеличение превысило 400 миллионов, что равно 5 пунктам. Единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили уже более 44 тысяч многодетных семей во всех регионах республики. Общая сумма выплат достигла более 11 миллионов рублей. Единовременное пособие не зависит от дохода семьи. Так, на каждого школьника приходится чуть менее 130 рублей. Белорусская универсальная товарная биржа заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с производственными предприятиями Московской области по реализации и закупке промышленных товаров. К примеру, поставки в Синеокую гальванического оборудования и демонтажных роботов. По состоянию на 1 августа 2024-го на БОТБ были аккредитованы свыше 1200 субъектов хозяйствования. По сравнению с январем и июлем прошлого года сумма сделок выросла почти в 10 раз и превысила 220 миллионов долларов. Камень преткновения. В Бобруйском горисполкоме прошло выездное заседание экономического суда Могилевской области. Причина конфликта – в отказе городской исполнительной власти менять режим работы одного из торговых объектов на круглосуточный. Основа для принятия такого решения – наличие алкоголя в магазине. Спиртные напитки занимают 18% от общего объема товаров и ставят под угрозу спокойную жизнь бобруйчан. Заслушав каждого и приняв во внимание все детали дела, судья вынес вердикт в пользу заинтересованной стороны. Суд оценивал уже всесторонне полно все обстоятельства, всю картину. Поэтому решение Бобруйского горисполкома, которое соответствовало духу закона об основах административных процедур, закона о профилактике преступлений и правонарушений, оно в общем-то в этой связи являлось законным. Поэтому суд поддержал Бобруйский горисполком. Отсутствие круглосуточных магазинов розничной торговли связано и с желанием бобруйчан. В принятии решения об изменении графика работы подобных объектов руководство города опиралось на мнение местных жителей. Опрос показал – нужды в так называемом ночнике нет. Хобби как способ заработка. Лето – жаркая пора для ягодников и грибников. Белорусские леса кишат тихими охотниками. Любителей полакомиться витаминами без лишних хлопот ждут на рынках города. Елизавета Житкова изучила весь спектр вкусной темы. На рынках изобилие даров природы. Подберезовики от двух, подосиновики от трех, маслята, лисички по пять. Самое ценное – добыча боровики. Молодые обойдутся в 20 рублей за кило. Те, что постарше – в 10. Заветные красавцы у бобручан на расхват. Для грибников такой ажиотаж только в радость. Продаем четыре раза в неделю. Вторник, среда, сверх и пятница. В субботу и воскресенье готовим продукцию. Вчера около 200 боровиков подняли вдвоем с женой. А так четыре корзины. Балует ассортимент и ягодами. Пол-литра малины, ежевики, клубники можно приобрести всего за 6 рублей. Черника обойдется в 8. Особым спросом на прилавках пользуется голубика. Стаканчик лакомства от 7 рублей. Голубика в этом году продается очень хорошо. В день мы продаем по 20 ящиков. Цена за килограмм 11,69. Чаще всего килограмм, два, бывает пять литров, бывает три литра. Как, когда. Мы предпочитаем чернику, но и любим ежевику. И клубнику. Предпочитаю голубику. Полезная ягода, сладкая и очень вкусная. Поэтому стараюсь летом ее кушать, свеженькую. С 14 до 19 часов. Около автовокзала очередь лесных добытчиков. За кило ягод ручной сборки дают здесь 5 рублей 20 копеек. За лисички 5. Стоимость варьируется в зависимости от спроса и предложения. Принимаем ягоду, лисичку. Иногда вот сейчас будет новый сезон, гусеника пойдет с 8 августа. Потом можем в сентябре начать принимать клюкву. В разгар сезона. Перед визитом в бесплатный лесной магазин важно заглянуть на сайт Минлесхоза. Интерактивная карта подскажет, есть ли запрет на посещение. Кроме желания отыскать кладезь витаминов, важно прихватить с собой арсенал знаний. Тщательная подготовка – залог удачной прогулки по зеленым массивам. Возьмите с собой необходимые вещи, такие как воду, запас еды, нож, спички, газету. По необходимости какие-то лекарства. Также нужно быть ярко и защищенно одетым, чтобы вы были заметны в лесу. Ну и, конечно, защититься от насекомых или пресмыкающихся. Возьмите с собой свисток. Звук свистка слышен за 3 километра. И не забывайте, когда с вами идет в лес ребенок, за ним нужен глаз да глаз. Это дайте ему с собой мобильный телефон, ну и сами будьте всегда на связи. И опытным грибникам, и новичкам в погоне за дарами природы важно не потерять ориентир. Запомнить тропы помогут линии электропередач или железнодорожные пути. На верную дорогу направят и звуки вокруг. После дождей лесные массивы усыпаны грибами, ягодами. Бобручане в активном поиске богатств. Одни собирают для себя, другие – на продажу. Один маховичок нашли, штучки три, масленочка, парочку белых. Люблю грибы собирать. Наши родители с сестрой были грибники. Когда мы еще были совсем маленькие, еще дошкольницами, папа нас учил собирать грибы. Вот чисто для души. Полные корзины лесных даров – мечта каждого любителя тихой охоты. В помощь терпеливость, внимание и правила сбора грибов. Важно не повредить основу. Ножом надо орудовать аккуратно, чтобы сохранить грибницу для богатого урожая в будущем. Елизавета Житкова, Максим Калинин, Бобруйск, 360. Камера, мотор. В городе на Березине снимают большое кино. Съемочная площадка развернулась на территории Бобруйской крепости. Главные роли у звезд российского кинематографа. Рядом с профессионалами, любители массовки, новички. В основе сюжета фильма – музыкальные произведения Леонида Утесова «Значит, нам туда дорога». Такое же рабочее название и у картины. Леонида Утесова, Максим Калинин, Бобруйск. Съемки большого кино в Бобруйске – славная традиция. Сюжетное пространство будет разворачиваться в разных локациях города еще несколько дней. После команда отправится в павильон «Беларусьфильма». Сразу после нас сирена. Мы коллега Роман Костюков с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова